МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Спортивные и детские площадки, благоустройство, дворов, новые скамейки – все это сегодня обретает реальные очертания благодаря устойчивому давлению на муниципалитет, столице народных избранников, социалистов. Находясь в оппозиции, им все же удается менять облик главного города Молдовы в лучшую сторону. Но и по той же причине, а именно нахождение в оппозиции либерал-демократическому большинству в Монсовете, очень многие проекты социалистов, направленные на улучшение жизни кишиневцев, так и остаются нереализованными. Что уже удалось воплотить, невзирая на жесткое сопротивление, и что еще предстоит сделать местным народным избранникам? Об этом поговорим с гостем нашей программы, муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте! Ну вот первый вопрос. На состоявшемся накануне заседании постоянного бюро муниципального совета Кишинева целый ряд проектов партии социалистов не был включен в повестку предстоящего заседания Монсовета, а именно надбавка на 20% зарплаты демократическим кадром. Один из вопросов. Отклонили инициативу об упрощении процедуры выделения компенсации на аренду жилья молодым специалистам-бюджетникам. Ну и еще целый ряд других вопросов, то есть других тем, которые поднимали ваши коллеги, о которых вы наверняка сейчас упомяните. В связи с чем такое неприятие социально-ориентированных проектов, в чем подвох? Муниципальные советники от других партий боятся какой-то нагрузки на бюджет, они опасаются невыполнения обязательств перед кишиневцами, перед кишиневцами. Или же, может быть, есть несколько иные какие-то представления о том, что надо делать для жителей города. Знаете, здесь объяснение относительно и простое, и сложное, скажем так. Но, во-первых, мы ежедневно проводим встречи с людьми во дворах. Ежедневно. У меня сегодня была встреча во дворах. Я, если вот у нас в газете написано, к примеру, что я принимаю только по понедельникам, я вынужден принимать каждый день у нас в республиканском офисе, потому что граждане обращаются со своими проблемами. Мы знаем, какие проблемы у граждан. Мы знаем, как людям нужно помочь и что для этого нужно сделать. И когда мы предлагаем проект решения о помощи социальной, к примеру, гарантии, ну вот глюкометры, очень много обращаются. Я специально принес в студию, если вы позволите, рекламная пауза, наверное, вот газета «Социалисты», где подробно расписаны наши проекты вот за последние два заседания муниципальных совета, которые нам удалось пробить, удалось добиться со скандалом, с драками, удалось этого добиться. На каждый проект решения мы нашли бюджетные средства, покрытие этих денег. То есть каждый проект покрыт бюджетными деньгами. То есть не просто так мы взяли с потолка и говорим экзекутиву, то есть те, кто исполняет исполняющие обязанности примара, зам, примара, начальники управления и так далее, исполняйте. Нет. Мы по закону не имеем это право делать. Соответственно, при каждом проекте решения, будь ли это протезирование зубов для ветеранов и других категорий, будь это помощь, мы создали такую категорию, как персональный ассистент, 900 персональных ассистентов, которые получают зарплату. То есть эти люди, которые ухаживают за своим близким, родственникам, мужем, женой, отцом, матерью, люди вынуждены бросать работу для того, чтобы за своими родственниками ухаживают, они будут получать зарплату. В том числе все социальные гарантии, как к работе человека они будут получать. Эта сумма, она покрыта из бюджета. Мы сэкономили на определенных суммах, да. Мы кое-что перекроили, да. Но, ребята, насколько сложно сейчас людям жить. И вот наши коллеги из других фракций, которые, к сожалению, с либеральным мышлением, то есть знаете, как нет государства, есть человек, не смог заработать миллион твоих проблем, им-то проблем нету, потому что они наворовали кучу денег. И мы видим, что за деньги... Не сумели заработать. Да, они не заработали, наворовали столько денег. И вот они считают себя, а зачем бабушке, дедушке давать компенсацию на отопление 40%? У нас, вот мы в этот повысили плафон с 2000 лев до 3000 лев, в итоге 42 тысячи человек, пенсионеров, которые получают небольшую пенсию, они получают, смогут компенсировать отопление, тепло, и вот по разницу показаний какой-то партии, разница в показаниях счетчиках, каким образом насчитывается. Точно так же по другим социальным гарантиям, которые мы, благодаря вот нашим проектам решения, удалось нам внедрить. Наши коллеги просто не понимают. И когда они видят, что наши проекты решения находят отзыв и понимание, то есть, ведь какая вертикаль идет, даже не вертикаль, горизонталь. Мы не находимся в власти, мы находимся в оппозиции. Мы приходим во двор, причем мы не сегодня пришли во двор перед выборами, мы приходим последние три года, мы регулярно проводим встречи во дворах, мы получаем наказание, которое мы записываем, указы, то есть, просьбы, жалобы. Нужно сделать вот это, вот это. У нас такая-такая проблема, у нас такая-такая проблема. Да, проблем огромное множество. И мы определили так, ключевое, необходимо повысить, ну, хоть, или минимизировать расходы на жизнь и хоть как-то облегчить жизнь пенсионерам, социально уязвимым слоям населения. После этого можно решать и другие вопросы, потому что, когда человек умирает, ему фиолетового во дворе у него асфальт хороший или плохой, или там дырочка, или эту дырку залатали. Понимаете, когда человеку кушать нечего, когда выгоняют из квартиры, его квартиру продают с акциона, потому что он не смог оплатить долги, ему абсолютно плевать, есть ли освещение или нет освещения. Это может быть звучит немножко так жестковато, но это правда жизни. И мы эти проекты решения, нам удалось их сделать. Эти проекты решения, люди получают позитив от этих проектов решения, они видят нашу отдачу, они видят результаты нашей работы. Соответственно, мы благодарны людям за их поддержку, мы в ответ находим поддержку этих людей. И вот эти наши коллеги, которые три года ничего не делали, три года в муниципальном свете, мы в конце августа получили мандат, то есть выборы в 14, в июне были, в 14 июня, но мандат мы нам вручили 27 августа. Вот три года они ничего не делали, занимались только распилом, изменением пузов, арендой и так далее, зарабатывали для себя деньги, а тут они понимают, опа, они приходят во двор, пытаются прийти во двор, а их оплевывают, к ним никто не выходит, с ними никто не скажет, а что вы за три года сделали? Нам есть сказать, что мы за три года сделали. Кому из остальных фракций в муниципальном свете есть что сказать? нечего. И вот поэтому они злятся. И единственное, знаете, когда ты не можешь выиграть в спорте, прибегает к другим подлым методам, либо нажраться мельдония, как раньше был скандал, то есть использовать допинг, и мы знаем методы допинга, это и правоохранительные органы, и центральная избирательная комиссия, и так далее, либо медийное огромное, вливание огромных денег в рекламу своего кандидата, либо делает подножки. И вот в данном случае они те проекты решения, которые мы дополнительно включаем в повестку дня муниципального света для того, чтобы было одобрено, они нас специально блокируют. Вот я обращаюсь сейчас к уважаемым учителям. Мы планировали, и самое главное, мы нашли покрытие денежное в бюджете этого года, в бюджете 2018 года, чтобы поднять учителям зарплату с 1 ноября, но не отказались. 20% зарплату когда-то учителя получали, сейчас учителя получают в среднем 3400 лей, в зависимости от категории, учителей есть несколько категорий учености, степени, в среднем 3400 лей выходят. Их и так обманули. Вот когда правительство повысило, вот знаете, это как будто специально вот издевательство, то есть правительство специально высчитывает, насколько повысить зарплату, с какой категории учителей, для того, чтобы поиметь больше, то есть не создать выгоду для учителей, а получить больше. И в итоге, вот у меня теща и кума учителя, и когда теща сказала, там я ей позвоню, поздравляю, я говорю, ну теща поздравляю, 10% зарплаты, типа выставляешься. Она говорит, да, стала получать меньше. Я говорю, как меньше? Тебе на 10% повысили? Повысили. Ну, логика, математика, то есть повысили на 10%, должна получать больше. Нет. А знаете, почему нет? А потому что она перешла в другую категорию подоходного налога, в итоге она налог стала платить больше, а в карман стала получать меньше. Вот как обманывать людей. И мы предложили для того, чтобы компенсировать, а учителя, это элита общества, это те, которые воспитывают наших детей, повысить зарплату на 20% муниципальной надбавкой. И это было когда-то, и учителя получали. Потом, либеральный Киртака, который считает, что учителя у нас самые богатые, отказался от этой надбавки. Он запретил, якобы, большая нагрузка на бюджет. Бюджетом нужно распоряжаться нормально и уметь зарабатывать для города, а не как он распиливал, продавал земельные участки гектарами за копейки и с помощью судебных систем, судебной системы. Узаканивало это воровство. Узаканивало это воровство. Вот 20%, 6692 учителя, если не ошибаюсь, я могу ошибаться в этой цифре по муниципе, вот они эти 20% пока не получили. Мы за эту цифру будем драться и в следующем заседании муниципального совета мы все-таки предложим повторный этот проект. Я вас, учителей, прошу наблюдать. Знаете, когда контрольная, я как сын учительницы тоже, когда контрольная пишет, видно, кто как себя ведет, кто списывает, кто не списывает. Вот благодаря тому, что именно мы внедрили онлайн голосование, онлайн трансляцию заседания муниципального совета, также комиссии, можно увидеть, кто и как голосует за наш проект решения. Пусть они потом пойдут учителям, пусть пойдут по школам и скажут, вы знаете, мы не захотели, потому что это не наш проект, это проект для учителей. Да, мы его инициировали, потому что мы общаемся с учителями и нам учителя сказали, вы знаете, не хватает на жизнь денег. Вот мы получаем минус вычеты налоги, пенсионный фонд, социальный фонд и так далее, коммунальный этих денег не хватает и достойно учителю преподавать, обучать наших же с вами детей, он уже не может. Если предположить использование технологии, которая уже применяется в парламенте, когда вдруг инициатива перехватывается, предположим, что на следующем заседании с этими же инициативами выйдет, например, давайте так, от обратного, либералы. Поддержите? Вы знаете, мы поддержим, ну, мы говорили, я как-то задавал вопрос с Диндой Петровной Гречаной, я говорю, ну, вот как вы ощущаете, в какой-то день, когда демократы предложили, еще кто-то, проголосовали за проект решения, который 90-99% списан с нашего законопроекта, они тогда отклонили, потом поставили себя заслугу, да ради бога, пусть, у нас есть законопроект, который мы предложили, но главное то, что людям хорошо, хотите себе в заслугу, но это, знаете, как это, опять же, это использование допинга, это нечестная конкуренция, и люди это видят, фальш, ребята, эта фальш, она видна, мы сможем объяснить, что, ребята, наш законопроект на год раньше был, и они специально его не приняли, и год вы не получали дополнительные доходы, потому что кто-то потом хотел смухливать, кто-то напился допинга, для того, чтобы показать вам, что я вот молодец перед выборами, так, ребята, это надо делать не перед выборами, надо повышать качество жизни людей каждый день, в течение 4-х лет, получил мандат, в течение 4-х лет должен что-то делать для людей. На этом заседании постоянного бюро муниципального совета была отклонена инициатива, о которой я тоже говорил, об упрощении процедуры выделения компенсации на аренду жилья. Вот какова цель этой инициативы, кто адресат этой инициативы? Ну, смотрите, у нас, как учителя, это молодым специалистам, не только, у нас есть большое количество вакантных мест, особенно в детских садах. Если в школах, где зарплата чуть-чуть повышена, вакантных мест не так уж, то есть, тоже остро стоит вопрос, но в детских садах это катастрофически стоит. А катастрофически почему? Вот если до сих пор в детских садах няньки, тех персонал, поварихи, вот, господа, повариха, нянька в вашем саду раньше получала 1200 лей. 1200 лей. Как жить на эти деньги? Это не только жить, а работать, приехать, уехать на эти деньги. И мы не раз сталкивались с тем, что я в своем садике, куда мои дети ходят, я видел какая-то комнатушка, подсобочка, где девушки спали. Я сначала возмутился, думаю, что здесь происходит вообще такое? Мне директор говорит, ты знаешь, а что мне делать? Либо я им разрешаю спать там, и это не только в одном детском садике, я проверял, потому что мы когда проводили встречи по детским садам, во многих такая ситуация, либо я закрываю детский садик, потому что нянек нету, поварих нету, и другого ситуации нет, либо я им временно разрешаю там проживать. И очень много молодых девушек, которые замужем, но не имеют детей, вот она понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, то есть с понедельника на вторник она остается в детском садике, а в пятницу вечером она едет к мужу, потому что она проживает там в Аненах, проживает в Скалороша, едет. Если бы она ездила каждый день, она тратит по 30-40 лет только на переезд, каждый день. С какой зарплаты? С 1200 лет? Что ей остается? И вот для этого, для таких специалистов, не только в детском саду, но и в поликлиниках, потому что те, кто закончили мединститут с пригорода, им тяжело добираться, они все деньги тратят, они говорят, а нафиг нам это надо, мы уедем за рубеж работать. Ребята, а как поликлиники будут работать? А как школы будут работать? Так давайте все уедем. Освободим территорию. Да, освободим территорию. Для либералов есть чем заняться. Совершенно верно. То есть так, такое ощущение, что вот эти уроды моральные, я по-другому, извините, не могу назвать, они специально создают такую ситуацию, чтобы люди уезжали отсюда. Вот такое ощущение складывается. Для того, чтобы облегчить вот этим людям хотя бы немножко, вот немножко, мы предложили им тысячу рублей компенсацию на аренду жилья. К сожалению, законодательство не позволяет. Они должны принести договор на найм помещения. То есть, если они у какой-то бабушки снимают комнату, они должны заключить договор найма этого помещения. А бабушка отчитаться налогом. Да, а бабушка должна заплатить 7%, если не ошибаюсь, налог с этой суммы. Но мы уже объясняем, да господи, да заплатите вы со своего кармана 7%, но вам не надо туда-сюда ездить. Ты находишься в городе рядом с своей работой. И вот тот проект решения, который мы в прошлом году еще одобряли о социальном жилье, мы предлагали немножко по-другому. экс-директор Юниенфеноса, она немножко по-другому распорядилась. Эти деньги, 10 миллионов выделено, они все-таки пошли, как мы с вами говорили, на закупку маневренного жилья для тех, кто пострадал на Московском проспекте из-за этого взрыва газа. Мы предлагали следующее, для того, чтобы муниципий приобрел служебного жилья, ну, в районе 30-40 квартир, я не имею в виду пентхаусы, дорогие квартиры, или там по 100 квадратных метров. Этим молодым специалистам в детском саду достаточно малосемейного типа квартиры, то есть небольшие. Но у нас нету вот этого жилья, то есть если в детском саду работает нянька или повариха, она должна рядом, в ближайшей близости к своей работе иметь какую-то, иметь возможность либо снимать, либо получить служебное жилье. Вот что нужно делать. Вот какими вопросами нужно заниматься. И когда эта девушка получит служебное жилье, она нянька или повариха, или неважно, или она работает в поликлинике молодой специалист, или она молодая учительница, молодой специалист, у нее будет стимул работать и качественно работать, потому что если ее уволят, она лишится этого жилья. А так она, у нее жилье есть, только работой. Вот так мы привлечем к себе молодых специалистов. Майя Санду закрыла 200 школ, 10 тысяч учителей, непонятно куда девались, вынуждены были разъехаться. А сейчас нам в Министерстве образования заявляют, вы знаете, у нас дефицит кадров. Так о чем головой, какой головой думала Майя Санду? Ну, я не только ее, то есть чем они думали при этих реформах? Вот они, к сожалению, об этом не думают. А мы сейчас пожинаем плоды вот тех вот псевдолиберальных реформ, которые делали до сих пор. Да, вы сказали, что у вас такое ощущение или впечатление, что власти сделают все возможное для того, чтобы усилить желание нашим гражданам покинуть эту территорию. У меня давно уже нет этого ощущения, просто у меня убеждение, что делается все возможное для того, чтобы как страна производила трудовых мигрантов, на чьи деньги, в общем-то, формируются, чьими деньгами формируются, валютными средствами формируются государственные бюджеты. Это, в общем-то, наверное, преступление против собственных граждан. Вместо того, чтобы создавать им комфортные условия здесь, мы, как, знаете, ну, как вот кукушки, которые яйца откладывают в чужие гнезда. Вот таким образом отправляем куда-то своих сограждан, при этом обратно-то получаем, в общем-то, людей истощенных, людей, которые уже изношены физически, морально, которые, в общем-то, начинают доживать свою жизнь на территории своей страны, в принципе, так и не сумев создать здесь достаточно комфортного условия, комфортных условий. Потому что, если сравнить, например, что изменилось в мире за 27 лет, и посмотреть, что изменилось в нашей стране, то мне кажется, что у нас какой-то, знаете, не прогресс, а регресс. Мы как-то много в сторону отставания движемся, чем наоборот пытаемся догнать. это мое такое замечание. Я правильно понял, будете добиваться включения этих отклоненных инициатив для обсуждения и включения их в поездку дня, чтобы муниципальный совет все-таки мог, во всяком случае, попытаться добиться от ваших коллег принятия этих инициатив. Сегодня хочу отметить, как кишиневец, что, опять же, благодаря фракции партии социалистов в столице нет-нет, но появляются и очень даже заметно появляются вот на эти черты, ну, будем говорить, города для человека. Помните, у нас была когда-то с вами беседа, каким должен быть Кишинев, то есть это город для автомобилистов, город для велосипедистов, город для пешеходов. Вот я отметил для себя, что сегодня это город даже, наверное, для молодых родителей, потому что, смотрите, появилось и дальше продолжает появляться большое количество детских площадок. и я вижу, насколько они востребованы, потому что, например, в нашем дворе, где я проживаю, установлена детская площадка, и это место встречи с коллегами, то есть я, как молодой отец, вижу очень большое количество выходных дней молодых родителей, которые с удовольствием проводят там время, комфортные детские площадки, скамеечки, люди там, то есть там целый десант располагается, молодых мам-пап с термосами, с какими-то там коробочками с едой, и ребенок проживает там 3-4 очень радостных часа своей жизни, осваивая качели, карусели. Но сегодня можно говорить и о еще одном таком явлении, как это город для, не просто для кишиневцев, это город для здоровых, спортивных кишиневцев, возможно, потому что начали устанавливать спортивные площадки. Что они из себя представляют? Ну, я как бы не ищу, не жду ответа, что это, например, площадки для воспитания, не знаю, чемпионов волейболистов, для того, чтобы, но тем не менее, что они дают городу? Смотрите, благодаря тому, что мы изыскали средства в бюджете 2018 года, мы, ну, то, что вы уже сказали, уже установлено 86 детских площадок, и каждый раз эти детские площадки открываются, то есть, это не просто открываются с ленточкой, мы дарим детям, скидываемся с ребятами, покупаем конфеты, шарики. И при этом нет никакой фальши, это действительно праздник для маленького, пусть небольшого ареала, в котором вот это детский, я наблюдал, что это настоящий праздник. родителям не надо ходить через двор, телевъехать в соседний микрорайон, для того, чтобы поиграться на детской площадке, для детей это большая радость, и дай бог, чтобы этих детских площадок было побольше, мое мнение о том, что они должны быть еще более разнообразные, и есть среди урбанистов, специалистов, скажем так, я прошу прощения, знаешь, от двора ушли люди, распивавшие алкогольные напитки, потому что практически площадка живет с самого раннего утра до позднего вечера. Ну да, и делают замечания. Алкоголики ушли. Ну надо их на брусье повесить. 86-я площадка была буквально недавно установлена, всего 170 детских площадок по всему городу будет установлено, в тех дворах, где люди были активны, где собрали подписи, не сейчас, вот сейчас я получил около 50 адресов, наверное, я лично получил, когда жители пишут, мы хотим тоже детскую площадку. Потому что поверили, ведь, знаете, многие из них... Поверили в том, что это работает, понимаете, и это можно сделать, и в бюджет следующего года мы предусматриваем тоже цифру для того, чтобы были еще детские площадки, и если люди соберут подписи, мы постараемся этот адрес также утвердить. В дополнение к площадкам, ну установлено для пожилых, для мам, 600 скамеек. Конечно, в каждый двор надо, ну не меньше 10-15 скамеек возле каждого практически подъезда, это не получается, денег недостаточно, но тем не менее, 600 скамеек они будут установлены, и что касается спорта, это 70 фитнес-центров, это не тренажеры, это турники, брусья, шведская лестница, которая будет для того, чтобы ребята школьного возраста, ну не только ребята могли заниматься спортом. Всем, кому необходимо физическое проживание. Да, всем, кому необходимо, и я вспоминаю свою юность, свои школьные годы, мы с турников не слезали, то есть у нас это было нормально, мы не пили, мы, нас ругали, в том числе и участкового, за то, что мы дико орали на гитаре, вот, это было такое, и ломали гитару нам, вот, но тем не менее, турник для нас это было свято, то есть идешь в школу, пару раз потянулся, обратно с школы, пару раз потянулся, брусья и так далее, то есть была культура спорта, ребята занимали спортом, мы надеемся о том, что это возродится, потому что, когда проходишь во дворе, самое печальное, что ты можешь видеть, это на спортивной площадке, ребята сидят, все в мобильниках, переписываются, мало кто играет в футбол, кстати, одна из программ, это в каждом микрорайоне будет по, вот, в частности, на академическое, это академическое, возле дома 9, дробь 2, это чуть-чуть выше рынка Докучаева, вот сейчас благоустраивается стадион, на Мунчешской, это большой стадион, в школе, это благодаря нашей программе устанавливается, еще будет около 5 стадионов по всему муниципию, МИК, это мультифункциональный стадион, это баскетбол, волейбол, футбол, и рядом брусья, тренажеры, турники, для того, чтобы ребята могли заниматься спортом, и поддерживать свое здоровье, и не только ребята, и также любого возраста, в принципе, могут заниматься на турниках. Вы говорили, что к вам обращаются граждане с просьбами, например, открыть такую детскую площадку, тем не менее, к нам тоже часто обращаются наши зрители, пытаясь найти ответ, как сделать так, чтобы обратить внимание на проблемы своего двора, что для этого надо, куда прийти, какой круг проблем обозначить, чтобы диалог был таким конструктивным, и в то же время он мог принести реальные плоды, реальные результаты. Смотрите, к вам обращаются, мы проводим встречи во дворах, вот у меня сегодня было две встречи, вчера было две встречи, вот из того, что мы уже решили, у нас есть дополнительные, скажем так, задания, мы постараемся на следующий год их пробовать реализовать, это в первую очередь людей очень беспокоит вопрос ремонта крыш, очень многие крыши, это устаревший жилой фонд, стеклопакеты, ремонт подъездов, замена коммуникаций, в подвалах, я хочу сказать, вот я не понимаю, когда некоторые политические силы пытаются заигрывать с либералами, там мы некоторых либералов, там если пройдет фильтр неподкупности и так далее. Уважаемые зрители, вы должны понимать, вот сейчас ЖЭКи все ликвидированы по решению суда, по иску термоэлектрики, только потому, что господин Киртака допустил долг, там был частично исторический долг перед термокомом, но когда термоком ликвидировали, был образован термоэлектрика, и вот термоэлектрика подала в суд, вот почти миллиард леев, и сейчас все ЖЭКи, которые есть, они ликвидированы, начальник ЖЭКа, администратор ЖЭКа назначается не управлением ЖКХ, как должно быть, то есть мы, муниципи, наше управление, муниципальное, жилищно-коммунальное, мы не контролируем это предприятие по обслуживанию, потому что в стадии ликвидации назначен администратор, администратор назначается термоэлектрикой, и один лей, который собирается у нас на обслуживание жилого фонда, оно должно идти частично на текущий ремонт, и раз в 10 лет на капитальный ремонт, оно не идет, этот один лей, с квадратного метра, он идет на зарплату, вот этому администратору, зарплата у него очень приличная, хочу вам сказать, а также на обслуживание долгное, то есть даже не погашение долга, а обслуживание, и мы понимаем, что те деньги, которые люди выплачивают, фактически они идут на те долги, которые образовались при либералах, вот поэтому у меня возникает вопрос, как с ними вообще можно заигрывать, ребята, и мы понимаем необходимость создания, то есть как-то решить все равно эту проблему, и вот одна из которых предложена нашей комиссией ЖКХ, господином Комаровым, Александром Петровичем, это капитальный ремонт, жилого фонда в муниципе, то есть понятно, полностью отремонтировать фасады и так далее, это очень дорогое удовольствие, не получится, однако мы попробуем в бюджет этого года, я надеюсь, что наши коллеги из других фракций поддержат, и я хотел бы, чтобы наши зрители наблюдали за этим процессом, как это будет происходить, каким образом приходится вырывать эти проекты, то, что нужно людям, действительно нужно людям, ремонт крыши, ремонт подземных коммуникаций, а также благоустройство дворов, потому что мало поставить одну детскую площадку, если рядом рыба, если рядом нет зелени, если необходимо выровнять трактором, а выровнять трактором, на это все необходимы деньги, к сожалению. Также производить серьезное освещение, каждая детская площадка должна быть освещена изначально, мы предвыборной компанией в 2015 году, когда были выборы, мы говорили о том, что мы будем устанавливать детские площадки с освещением уже, но, к сожалению, с освещением мы до этого, то есть мы установили 170 площадок благодаря нашей программе, освещение во некоторых площадках есть, по некоторым мы дополнительно уже запрашиваем или им теха производства вот этих работ. Я хочу также сказать, что наша детская площадка, она практически в два раза дешевле тех площадок, которые устанавливали когда-то Киртуак, и куда эти деньги уходили, вот это очень большой вопрос, кстати. Да, и опять же, это, в общем, тема для того, чтобы обсудить, а что делает прокуратура, почему не обращают внимание на такую возможность вернуть в бюджет деньги? Ну, к сожалению, мы видим о том, что прокуратура, правоохранительные органы, и по моему опыту, когда мы огромное количество заявлений в цена по авторизации на строительство, по градостроительным сертификатам, которые, понимаете, мы не просто, я с букты барахты, вот я написал, потому что мне не нравится этот сертификат. Мы подаем в правоохранительные органы на тех, кто подписал авторизацию, только на том основании, во-первых, на основании жалобы жителей, и после проверки, когда наши юристы проверяют эти документы, проектную документацию, авторизацию, волосы дыбом становятся. То есть за это раньше бы, ну, посадить, ну, не расстреляли кто-то, но посадили очень серьезно. А мы подаем заявление, человек все равно здесь. Человек мошенническим способом, сотрудник земельного управления, вместо одного участка, получает два участка, на котором собирались, собирались строить. сейчас опять вот на Диму возник вопрос, и возникает вопрос на 5 саунире 1 возле флагера, собирается строить 16-этажное здание на детской площадке, мы выясняем, что уголовное дело закрыто. Ну, как? Мы понимаем, каким это образом решается, и, к сожалению, можно решить только одним способом, когда будет другое парламентское большинство, другое генеральное прокурор, другое руководство правоохранительных органов, которое действительно будет отстаивать интересы граждан. Нетрудно предположить, что, в общем-то, как раз ваши оппоненты этого и боятся. Они понимают, что грядущие выборы, это практически для многих из них вопрос жизни и смерти. Здесь ставки высоки. Тем не менее, вот такой вопрос, вы упомянули слово бюджет, бюджет столицы. В какой стадии сегодня находится обсуждение этого главного финансового документа города? Каким он будет? Что будет предусмотрено? Что планируется? Что ждет кишиневцев в итоге? Ну, смотрите, вот у нас уже практически середина ноября. По законодательству о местном публичном бюджете, о бюджете, бюджет должен быть утвержден 10 декабря. К сожалению, мы видим только предварительные цифры бюджета. Исполнительная часть премарии специально затягивает, и мы недавно, вот наши председатели фракции Иоанн Чабан, по-моему, две недели назад была пресс-конференция, на которой он затребовал всех данных для того, чтобы управление финансовым предоставило бюджет, потому что это ключевой документ. При Киртаке это было нормальным явлением, когда бюджет, ну, к примеру, бюджет на 16-й год был принят в середине 16-го года. Там бюджет на 17-й год был принят, если не ошибаюсь, в июне 17-го года. Это делается почему? Когда по закону, если вовремя не принимается бюджет этого года, то есть вовремя-то когда? Вот вовремя, это вот в декабре 2018-го года, сейчас мы должны принять бюджет 2019-го года. Это вовремя. Если это будет сделано вовремя, то в январе-феврале все управления уже имеют возможность, исходя от цифр, которые утверждены в бюджете, проводить тендера, производить закупки. И тогда весь механизм муниципальных властей, он работает эффективно, потому что понятно. Более-менее открыто. Да, открыто. А Киртуак отделал для того, чтобы и либералы отделали, для того, чтобы можно было за подписи Киртуаки переводить деньги, куда ему вздуматься. Не захотел что-то нужно сделать или смуклевать, он деньги в другое место перевел. Это перераспределение статей бюджета. Да, он перераспределял статей бюджета и пользоваться старым бюджетом. В итоге у нас, то есть сейчас дефицит бюджета снизился, а раньше он был 500-600 миллионов лев. Дефицит бюджета. И сам бюджет можно увеличить. Он сейчас 4 миллиарда, его можно увеличить за счет грамотного подхода, грамотных налогов, грамотного администрирования, экономии, экономии на тех же электронных билетах для общественного транспорта. Мы экономим большую сумму денег. На тендерах электронных, которые мы предложили в муниципальном совете, проводить закупку не через, как они раньше, три пакета принесли, один куметру на наш и финн, и они выбирают, кто. И в итоге у нас листочек бумаги, который стоит 3 копейки, в муниципе закупают за 2-3 ле. Вот раньше как производилось, а когда электронный тендер, это видно всем. Все видят, какую цифру предложили. Если я, вот мне надо срочно продать, либо я готов пожертвовать свою прибыль, там, по минимальной прибыли, я могу выиграть этот тендер. Любой человек может выиграть тендер, если он участвует, есть несколько платформ, М-тендер электронный, которые были предложены, и муниципи сейчас пользуются, и правительство сейчас тоже наконец-то переходит на эти электронные голосования. Так вот, к сожалению, управление финансов, администрация города затягивает с бюджетом. И у нас есть большие подозрения, уважаемые граждане, уважаемые жители, о том, что делается все для того, чтобы нас не допустить к этому бюджету, и они собираются этот бюджет, по нашим сведениям, проголосовать без нас. Если этот будет бюджет антисоциальным, мы за него голосовать не будем, потому что единственное, что есть у нас, это люди, у нас единственное, что есть, это человеческий потенциал. Понятно, нужно делать дороги, понятно, нужно все делать. Для кого это делается, если не для людей? Ну, понимаете, когда миллионы тратятся на цветочки, или как потратили сто с лишним миллионов на латание каких-то ям, и непонятно, через два месяца опять эти же ямы на этих же дорогах, то есть понятно, что кто-то эти деньги просто скоммуниздил, скиртачил, или не знаю, как правильно сказать, необходимо социальными гарантиями заниматься. Но видя ответ по отношению к нам, поддержки населения, они идут, делают все для того, чтобы этот бюджет принять без нас. И есть действительно большой риск, что бюджет 2019 года будет антисоциальным, к сожалению. Мы будем бороться для того, чтобы все проекты, которые в этом году есть социальные, в том числе 20% повышения зарплаты учителям, чтобы он нашел отражение и в бюджете 2019 года. Ну, посмотрим. Нас, к сожалению, меньшинство, мы всего лишь у нас 19 советников, ну, фактически одна советница у нас покинула пределы республики, фактически у нас 18 советников из 51, и у нас нет ни одного начальника управления, ни одного начальника муниципальных каких-то предприятий, подразделений и так далее. Мы в оппозиции находимся, уважаемые граждане, но, тем не менее, в этих условиях у нас много что получается делать. Ну, по устойчивому такому впечатлению кишиневцев, в котором, как мне кажется, виноваты ваши коллеги и оппоненты из такого большинства сформировавшегося в муниципальном совете, либерал-демократического большинства, так вот, создано такое устойчивое восприятие муниципального совета как место, где происходит, ну, мягко говоря, хищение земельных территорий. То, что простым языком называется распил земли. Сегодня, что, какова судьба вот этих тем, с которыми вы неоднократно приходили к нам в студию, темы, с которыми вы боретесь, продолжается ли дальше сейчас распил кишиневских территорий и вот как противостоять всему этому процессу, как сделать так, чтобы практически из-под наших ног не уходила земля, потому что исчезают скверы, исчезают какие-то небольшие территории. Знаете, к сожалению, но если говорить о повестке дня муниципального совета, то там вот в прошлой повестке дня около 160 вопросов, вопросов земельного характера, большая часть из них имеют нарушения, процентов 300 имеют грубейшие нарушения, то есть вот просто-напросто грубейшие нарушения, которые мы голосуем против, более того, мы отстаиваем эти проекты решения и часть из этих проектов решения, которые имеют юридическое основание для обжалования, мы будем обжаловать. Большое количество проектов решения имеют, ну скажем так, плохую подготовку, то есть там не было ксероксов или нам не дали каких-то пакетов, в самом деле он есть, но, к сожалению, за плохую работу секретариата муниципального совета мы получаем плохо подготовленный пакет документов и мы на этом основании возмущаемся, но это не повод для обжалования в суде само решение, если оно уже принято, но когда есть грубые нарушения, вот часть из этих по настоянию и нашему обещанию гражданского общества мы эти проекты решения обжалуем, иски уже в принципе поданы. Что касается вот этих распилов, мы грубо говорим, то есть мы говорим на заседании, отстаиваем, говорим нашим коллегам, некоторые коллеги из других фракций, ну, когда принимают наши доводы, когда не принимают, очень любопытно смотреть, вот я всегда рекомендую нашим зрителям смотреть заседание муниципального совета, когда представители там одной из фракций, к примеру, вот за этот проект голосуют, за этот проект не голосуют, два одинаковых проекта, два одинаково плохих проекта, ну и сразу понятно, что там им кто-то моргает, там им там что-то там пальчиками машет, понятно и очень любопытно, и это все видно, и более того, мы это все фиксируем, и в определенное время мы это все скажем избирателю, чтобы люди понимали. Ходы записываются. А? Да, ходы записываются. Да, ходы записываются дальше. Очень, очень напрягает ситуация относительно, если вы помните, было два этапа аукционов, на котором украли у города больше 50 земельных участков. Это с 2013 года эта тема движется, и благодаря, в том числе лично мне, вот я с бывшим моим коллегом Вадимом Филипповым, он тогда был муниципальным советником, мы предотвратили один из левых аукционов, на котором должно было быть продано 22 участка. То есть мы пришли, это на Баюканах, напротив Альфа-завода, возле входа стоит охранник. Вот, а нас не пускают. Я говорю, послушай, ну там судебный исполнитель, да, у судебного исполнителя сейчас в этот момент проходит аукцион. Он говорит, я не имею права пускаю. Послушай, аукцион? Аукцион. Говорит, мы хотим пройти, я не имею права пускать. Ну пришлось борцовским способом его немножко так метр на два отодвинуть. Он вызвал полицию, был скандал, на меня подали в суд. Ну а как по-другому было пройти? Мы заходим туда, судебного исполнителя нету, никакого аукциона не проводится, и абсолютно понятно было, что это был фиктивный аукцион. Дальше они бы просто подготовили левые протоколы о продаже. В итоге, к сожалению, они передали, мы сразу подали жалобу в прокуратуру, как полагается, наши юристы знают процесс. Это дело передали другому судебному исполнителю, который все-таки провел этот левый аукцион. И вот, к сожалению, вот мы сейчас, буквально позавчера, мы месяца два назад установили детскую площадку по плану размещения, который выдала притура, то есть мы не так с бухты-барахты взяли, вот здесь хотим детскую площадку. На основании просьб жителей, собрания и план размещения дала притура с официальной подписью документов. К сожалению, на том участке, который один из участков, это Трандефирлор 33-2, и идет рядом 33-1, вот эти два участка, они были украдены у города по левому аукциону, и самое удивительное, что арест, который наложила генеральная прокуратура, он был снят. Я попросил депутата дать запрос, и мы получили удивительный ответ, что депутат не может влиять или не может давать вопросы судебному исполнителю. То есть вы понимаете, генеральная прокуратура, когда мы задали вопрос, на каком этапе находится уголовное дело, мы не просим факты уголовного дела, которые могут повлиять на расследование. Генеральная прокуратура должна ответиться, в данный момент ведется расследование. Почему снят арест? Ведь этот же арест, то есть эта фирма, может спокойно перепродать еще раз, несколько раз участок, они будут добросовестными покупателями, и между домами в пятиэтажках строить себе многоэтажку. И вот уважательным жителям РОС надо об этом знать, и надо об этом возмущаться. И вот я попросил наших коллег-депутатов в парламенте, вот в ближайшее заседание, они поднимут этот вопрос на заседание парламента. Но зная это демократическое большинство, к сожалению, когда попросили запросить по миллиарду, никто же не захотел заслужить миллиард. Вот сейчас, они потом провели какое-то слушание, сейчас мы просили заслужить, также по вопросам памятников, госпожу Бабук никто не хотел заслуживать. А у нас Гаудиамус практически снесли. То есть Настаса у нас, знаете, как и волки сытые, и овцы целы. И Настаса пропиарился, и Гаудиамус все-таки снесли. Я лично не давал сносить этот Гаудиамус два года. С 2016 года, когда была выдана авторизация, мы подали в прокуратуру, и в суд, и так далее. Эта авторизация исчерпала себя с 2016 года. К сожалению, мы не знали, что выдана авторизация с 2018 года. Я находился за пределами города, когда увидел, что господин Настаса просто пиарится. К сожалению, вот получилось то, что получилось. Дворец Дом культуры профсоюзов снесли с этой мозаикой, которая внесена официально в список перечня памятников охраняемых государством. Снесли. И мы получили... Наш депутат получил ну просто кощунственный ответ. То есть начальник цена отвечает о том, что вы знаете, авторизация выдана на снос части здания. Ну это... Ну снесли все. Да нет, понимаете, это обман. Берешь авторизацию, снос всего здания, а тебе отвечает на снос только части здания. А ты вообще куда смотришь? На чем основано? Такого директора надо убирать. Понимаете? Но вот к сожалению, вот людям надо делать выводы, кто и как что делает. Я думаю, что люди все это видят. И к сожалению, знаете, вот я недавно видел представители платформы, да, обвинили меня в том, что я видитель мафии мобилиара. Понимаете, представители мафии мобилиара. Я хочу официально заявить и всем зрителям, уважаемые друзья, я готов подарить все свои квартиры, кроме той, которая проживаю, в которой я участвовал в приватизации вместе со своими родителями на телецентре. В этой квартире это единственная квартира, которая у меня есть. Если вы найдете другую квартиру, которую говорят мои оппоненты тролли и так далее, я эту квартиру готов подарить. Вот я сейчас даю там дарственную, дарите кому хотите. Нет у меня других квартир. Нет у меня других квартир. Я проживаю в одной квартире, я борюсь и может быть это кому-то не нравится, кто-то делает вид, потому что мы видели, как наши коллеги из других партий приходят на определенные стройки, делают эту себяшку, селфи, выходят с онлайн-трансляцией и после этого стройка все равно продолжаются. Вот как я укажу несколько адресов, в том числе тех, кто так говорят, почему-то стройки продолжаются. Александр, к сожалению, время диктует завершать нам эту нашу с вами встречу. У меня осталось еще целый ряд вопросов к вам. Ну, я надеюсь их задать вам при следующей нашей встрече в этой студии. С большим удовольствием. Да, и спасибо вам за сегодняшний рассказ. Много как бы прояснилось и здесь опять же кишиневцы должны понимать, знаете, как бы, как не банально бы это звучало, спасение утопающего, дело рук самих утопающих. И здесь это, наверное, работать должно эффективно в тот момент, в тот день, когда мы делаем выбор. Выбор мы делаем раз в четыре года, когда выбираем местных народных избранников, когда выбираем законодателей, когда выбираем столичного мэра. И от этого, в общем-то, казалось бы, незначительного действия. В общем-то, мы пожинаем затем плоды, ну, не знаю, удачного или неудачного выбора. И когда с всеми этими неудачами, накопившимися за несколько десятилетий, пытаемся с этим багажом найти выход, ищем, кто же нам поможет, в общем-то, здесь ответ один. Конечно, есть люди, которые готовы помочь, но надо не забывать о том, что в наших силах. В наших силах хотелось бы предотвратить ту беду, которая сваливается на нас, казалось бы, неожиданно, но тем не менее, ведь голосовали за того же мэра Киртуака, голосовали за тех же народных избранников, которые распиливают кишинев, голосовали за депутатов парламента, которые узаконили кражу миллиарда. Это все дело наших рук, и исправлять это тоже нам. Спасибо вам за эту встречу. Будем ждать вас в нашей студии. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был советник от партии социалистов Республики Молдова, муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон»